Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о том, что делать с виноградной школкой осень. Но, конечно, школку мы почему вообще делали? Потому что у нас, например, не было возможности посадить весной по каким-то причинам, и мы садили наши молодые саженцы на временное место. Пришла осень, соответственно, время эти самые саженцы пересаживать. Если они у нас нормально вызрели, вот, смотрите, показано. Вот, вот, ну, до сюда вызрел, да, там дальше лозочки, смотрите, вот здесь вызрел, вот здесь вызрел. Да, они разного роста, разной толщины, но если они все вызрели, значит, все в порядке. Мы их пересаживаем на постоянное место, либо, ну, мы полагаем, а судьба располагает, может случиться так, что, например, не получается у нас их осенью пересадить на постоянное место. Ну, что-то пошло не так, да? Что мы делаем? Помним глобальное отличие того, как мы садили на постоянное место, и как мы садили в школку. Глубина посадки в школку мы садили на меньшую глубину. Вот, смотрите, вот черенок, да, и вот пошел молодой росточек. То есть, если мы в школке нашу молодежь оставляем еще на зиму, значит, нам надо будет ее хорошо укрыть. Например, там, окучить землей, вот, чтобы хотя бы пару почек оказалось под этой землей. Использовать какие-то другие укрытия. Хвойный опад, солому. Ну, с соломой там надо быть аккуратным, чтобы мышки не завелись. Можем использовать папоротник, но если мы используем природные материалы, сверху накрываем пленочкой, чтобы потом не было выпривания. То есть, вот на это надо обратить внимание. И в таком состоянии у нас все зимует до весны, но весной уже смотрим, если можем пересаживать на постоянное место, значит, пересаживаем. Ну, это все в случае, если у нас вот так вот все хорошо вызрело. Но иногда бывает и по-другому. По какой-то причине саженцы не вызрели. Кстати, это касается не только шкулки. Это касается и саженцев, посаженных на постоянное место. Хотя, честно говоря, даже сложно вам сейчас показать, потому что на прошлой неделе еще были невызревшие. На этой уже как бы все пошло лучше. Ну, погода. Когда стало прохладно, холодной ночью, все равно растению сигнал. И бывает, что оно не зреет, не зреет. А потом очень быстро раз показывают, что оно все-таки созревает. Ну, вот смотрите пример. На маленький такой саженец, слабенький. Смотрим, что там. Ну, вот видите, вот это, вот это. Молодой росточек. И, в принципе, созревание там пошло. То есть особо опасаться нечего. Ну, конечно, вот такой саженец. Ну, я понимаю, что у нас еще две недели будет нормальная погода. Я его трогать не буду. Но если мы понимаем, что приходят морозы, а у нас вот такой саженец есть, не обязательно, чтобы он был такой маленький. Он может быть и большой. Но зеленый. Вот коричневый здесь буквально капелька. Лучше всего выкопать в какой-то горшок и в подвал. Там он точно переживет зиму. А так, если зима будет не очень хорошей, то есть вероятность того, что он вымерзнет. То есть вот эти моменты надо учитывать. Повторюсь, это касается как саженцев в школке, так и саженцев, которые на постоянном месте. Если мы видим, что у нас с ним большие проблемы, что вряд ли он перезимует. Ну, если вот такие вот есть пару почечек, то он, конечно, перезимует. Если мы накроем, немножко ему поможем. Но если у нас вот такое вот все зеленое, а мы еще при посадке не закладывали, чтобы вот хоть пару почечек оказалось внутри, то он вымерзнет. Вот эти части зеленые, как бы мы их не накрывали, что бы мы с ними не делали, морозы они не выносят. Поэтому в горшочек и в подвал. Сейчас уже конец октября. Температура становится довольно прохладной. И уже лить что-то, как по листу, так и под корень, бесполезно и бессмысленно. Но если, например, морозы в ближайшее время не предвидятся, то можно не спешить, потому что бывает, что буквально за неделю лоза начинает вызревать. Но если мы понимаем, что идут заморозки, значит, выкапываем в подвал. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свои мне и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!